Красноярск это вообще отдельная история, у нас тут и активисты, и все хорошо в этом плане. Что касается экологической ситуации в Ачинске, я пару лет назад был у вас на заседании комитета, наши приезжали в ЗАГС собрание, там большое было заседание. Мне это показало, что в частности и вы там тоже присутствовали, для вас тоже тема такая актуальная, насколько сегодня вы себя хорошо чувствуете, насколько легко дышится, и как вот тоже удается взаимодействовать в том числе и с крупными предприятиями в этом плане? Наверное, движение, такое серьезное движение произошло по вопросам экологии, когда в городе был создан общественный экологический совет. Вот те жители, которые были недовольны существующим состоянием и атмосферы, и водных объектов, они объединились. Вот не было такого, как иногда бывает, да, назначенцев. Объединились и сказали, что вот мы видим, кто наносит вред окружающей среде. Но пока ничего сделать не можем. Я участвовал в заседании первого экологического совета, и на удивление, когда первое заседание они провели на Ачинском клиноземном комбинате, и им открыли дверь и сказали, пожалуйста, приходите. Посмотрите. Да, они сейчас ходят как домой к себе, вот на Ачинском клиноземном. Да вообще, на все предприятия города они заходят запросто. Никто перед ними двери не закрывает, перед общественниками. Общественный совет Ачинска, он не пикетирует. Я ни разу не видел, чтобы они какие-то демонстрации проводили. Это статус по хулизму, как именно работа. Абсолютно, абсолютно. И когда Ачинский клиноземный комбинат представил программу, экологическую программу на миллиарды рублей, и начал ее реализовывать, конечно, скептики были. Но вот те ребята, которые в этом экологическом совете, и те, которые контролируют, они понимали, что работа-то идет. Работа идет. И не только это. Там целый комплекс мероприятий. Конечно, у нас и различные экологические мероприятия в городе проводятся. И очистка малых рек, и берег Чулыма. Конечно, по зеленым насаждениям большая работа проводится. Вот, например, мы приняли для себя, что вместо одного дерева, которое погибло или срезали, должно быть четыре. Четыре? Да. А мы вышли на три уже. Мы вышли в 2017 году реально на три. И вот у нас следующая ступенька будет вместо одного четыре. Ну, а что касается экологической нагрузки, вот та работа, которая была проведена совместно. Совместно экологически, совет администрации, предообразующие предприятия. Вот если брать такой, показать, как ИЗО-5, то есть это пять основных вредных веществ. Мы снизились по сравнению с 2011 годом в два с половиной раза. То есть нагрузка в два с половиной раза снизилась экологическая по городу Ачинску. Ну, и вы, наверное, давно уже не слышали где-то в сводках наш город. Хотя, понимаем, вопросов еще много. И программа, в том числе и программа экологической Ачинского, длинноземного комбината, она продолжается. Вот в феврале, в марте будут вводиться еще газоочистные установки. Причем, вы знаете, как относятся, как к своему дому. Ведь если электрофильтры только были раньше, сейчас они сделали еще одну ступень очистки, мокрую очистку газа. Показатели просто, просто по цифрам разнятся. Я думаю, вот эта большая совместная работа позволяет двигаться вперед. Еще раз говорю, мы не удовлетворены экологической обстановкой в городе. Но то движение, которое существует, позволяет надеяться, что город в ближайшие годы станет значительно чище. Если мы говорим про воздух, если говорить про воду, то все. А ГК не сбрасывает воду в чулы, ни грамма. Вот такая совместная работа дает результат. И, конечно, большую-большую надежду. Еще не могу не спросить, тоже такая большая, к сожалению, тема, которая в последнем году нас так волнует и волновала, и с которой активно сейчас борется и новый глава им в этой региональной, Александр Вяческий, это все-таки незаконная торговля, алкоголем, контрафактном в частности. Как у вас в этом плане дела? Какая работа ведется? Насколько активно? Потому что это действительно беда. И надеемся, что когда-нибудь мы с этим поборемся и победим. Различные методы существуют. Сначала надо сказать, где это происходит. Кто это делает, кто-то говорит, кто-то не говорит. Должна поступать информация. Информация поступает по разным каналам. Вот у меня электронная почта, пожалуйста. Каждый день по нескольку сообщений. Раз в неделю я провожу прямой телефонный разговор с жителями. Вот час у телефона, мне звонят и рассказывают. Любые вопросы задают. И в том числе и говорят, вот там-то, там-то. Ведется торговля в ночное время. Естественно, у нас прямой контакт с УВД Ачинска. Кстати, очень сильное подразделение реагирует моментально. Моментально. И много случаев, когда вот эти точки закрывались, когда штрафовали те, кто нарушает закон. И я скажу, что напряжение существует среди тех, кто продает или нелегально, или вне закона продает спирт, спирт, содержащий продукты. Пребывают в бодрости, скажем так. Однозначно. Илазбек, у нас не так много времени. Давайте на позитиве. Когда вы приглашаете гостей, когда к вам гости приезжают, не знаю, по работе просто друзья, знакомые, что вы показываете в городе, куда возите? У нас сейчас замечательный перинатальный центр. Хотя он называется Каевое учреждение. Министр Янин на меня не обиделся, когда я сказал, Вадим Николаевич, мы его будем называть Ачинским перинатальным центром. Самое современное. Это же вот мы ввели совсем недавно. Самое современное оборудование к нам едут многие-многие мамочки и консультироваться, и, собственно, рожать. Обязательно показываем перинатальный центр. Сейчас подключились бизнесмены, мне тоже это понравилось. Они хотят сделать арт-проект перед перинатальным центром. Уже есть, эскизы есть. Я думаю, там поток будет огромный, в том числе и свадебные кортежи будут туда приезжать. Ну и, конечно, Олимп. Это Олимп, это наше детище красивое, замечательное, где в комплексе есть и легкотлетические манежи, и футбольное поле, и плавательный бассейн, и ледовый дворец, и дворец спорта. В общем, вот этот комплекс замечательный, красивый. Конечно, мы всем показываем. Ну, есть ритуальные места для города. Это Скорбящая Мать, куда обязательно с поклоном приходят и горожане, не обязательно по праздникам. И вот кто приезжает в город, они приходят туда, приходят к этому обелиску, к этому мемориалу. Еще могу называть много мест, могу на Чулым просто приехать и постоять на берегу Чулыма, порадоваться большой, красивой Сибирской реке.